Супрацовники и волонтеры Червоного Крыжа привели доброчинную акцию, промеркованную до Сусветного Дня Донора Криви. На властном прикладе активисты вырошили пропагандировать безвыплатное донорство и сегодня отправились в Гомельские областные центры трансфузиологии. С подробностями Ганна Каральчук. Мандараж такой легковолоненый, все-таки она присутствует, так как первый раз. Ну, в принципе, готовился, сказали, за сутки поменьше жирную пищу употреблять. Отношусь положительно, реакция спокойная, помогать людям, скажем так, наше призвание. За 8 годов волонтерской деятельности в Червоном Крыже Сергею Кутовичу першиню спробуется биоякости донора. У хлопца бодать, что самая запотребованная группа Криви – перша остановча. И сдавать ей он будет бесплатно. Таких доброохотников в региональном отделении громадской организации знайшлось около 20. Даряче стать донорами могут люди в возрасте от 18 до 60 годов, які важат не меньше за 50 килограмм и з'являются целком здоровыми. При этом один человек може вырытывать житти четверых. Врачи добро ведают про необходность этой справы и часто сами становятся донорами, як, наприклад, неанатолог Вольга Крыч, якая на протягу 9 годов сдає кров и ее компоненты. Важно для того, чтобы мы могли спасать жизни. Жизнь человека – это самое важное на сегодняшний день. И если ты это делаешь безвозмездно и не получаешь за это деньги, а просто стараешься помочь, это добро, это помощь, на этом должен строиться мир. Каждый человек сам решает, как он может помочь другому. Кто-то таким образом, кто-то другим. Это выбор каждого человека. Донорская кровь потребна пациентам с онкологичными захворываниями и с гемофилией, хворым с хирургичной патологией и женщинам подчас родов. В Гомельском областном центре трансфузиологии нарихтовывают суцельную кровь, плазму и концентрат тромбоцитов. Угод отримливают каля 21 тонны крови, якую сдают каля 10 тысяч доноров. Треть из них делает это безвыплатно. На окол процесс дачи крови имеет становочие эффекты для донора. Это обновляет организм, является профилактикой захворения иммунной системы и тренирует организм на выпадок несподзаванной кровостраты. Наша категория доноров является, как принято говорить, категорией самых здоровых лиц. Потому что для того, чтобы сдать кровь, донор предварительно проходит обследование у врачей-специалистов. Это не менее одного раза в 6 месяцев. И также дополнительно проходит у нас в учреждении после донации исследования на маркеры заболеваний, таких как гепатит ВС, ВИЧ, сифилис. Проводится дополнительно общий анализ крови, биохимические анализы. То есть, таким образом, сами доноры могут заботиться о своем здоровье, периодически проходя медицинские, скажем, осмотры. Так само протягивают сдавать плазмы и жахары в области, которые перенесли COVID-19. Зараз в областном центре трансфузиологии донорами стали 17 человек, которые помогли нарахтовать больше за 40 доз антиковид-плазмы. Гана Карачук, Валера Гопанько, Телерадо, компания Гомель.